Девушки отдыхают Не боись, у меня всё схвачено И я тут состряпал кое-что Текст за моим авторством Три-четыре Я рекудакосе разрешаю сделать краткий пересказ предыдущих эпизодов Excel-саги Я этого не разрешал Поберегись Ладно, пошли напьёмся Буду пить, пока не блевану Буду блевать, пока не выпью Девушки отдыхают И я хочу, как будто бы улучшить У-у-у-у-у-у-у! Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Педро, вам остаётся только сопереживать им Да не поверю, что им удастся избежать жалоб после такого Итак, задача на сегодня — вспомнить те дни, что оказали столь сильное влияние на нас Вернём атмосферу чуть острых пикантных деньков, которые нам уже никогда не вернутся Плевать на парадоксы! Возможно, Садика не вылезет из телека Вспомним прошлое точка! Решено! Ну и что ж, что в этом плохого? Назад в пути нет! Я не виновата! Старик, вставляй кассету! Без проблем! Федро, ты дурак! Эксель! Ещё разок! За что ты меня так? Что ты можешь сделать, если настолько полдухом? Если у тебя прекрасный сын и сексуальная жена То твоя работа до пота и крови ради их блага и будет лучшим выражением твоей истинной любви И... истинная любовь? Именно! Спрячь свои жалобы в глубине души И трудись Изо всех сил! Это единственный путь для нас, разнорабочих! Эксель! У меня нет слов, одни слёзы! Ну же, собери с Педро! Да, Эксель! Билли Дрин! Джонтрамол! Точно именно так я, Эксель, встретила разнорабочего Педро Доминго Точнее, мы уже были знакомы Похожее имя ему просто от балды выбрали А причина, по которой мы с ними так дружны Заключается в том, что мы оба совершенно не вписываемся в нормальное общество Но я с этим совершенно не согласна Я... я... Не хочу я играть эту роль! Эксель сорвалась У меня тоже есть нестык Извините, поставьте, пожалуйста, следующее Конечно! Сандора! Сандора! Педро! Вот это отпадный педр! Я горю! Бедная Педра Я верну вас к вашему прекрасному сыну и сексуальной жене О, как не вовремя! Я должна идти! Чао! Нет! Нет! Горячо! Так горячо! Неужели это та комната, в которой я жил со своими товарищами по работе? Последнее, что я помню, это как меня укрыла пелена огня. Так это был сон? ОПЕ Что думаешь, Хаят? Столько всего произошло до твоего появления? События за событием, и каждая настолько глупая, безумная и нереальная, что вообще не поверишь. Мусор, мусор, мусор! Невероятная расстрация времени и сил. Ценность этого меньше, чем у рисунков на стенах общественного туалета, которые сделаны великолепно в стиле, и которые никогда не выйдут за пределы этой эстетики. Их можно только восхищаться, так что восхищайтесь! Что? И не спрашивай, что это еще за воплощение воли Великой Вселенной, а тем более, что случилось с Петро! Дед, не тормози, давай дальше! Да, да. Сандора! Добро пожаловать домой! Яду! Ах ты сорванец! Дорогая! Почему? Папа дома, так что давайте ужинать. Да! Папа? Ох, милый, он так к тебе привязался! Ну, он же не один такой, правда? О, милый! У них же есть я! Но мой прекрасный сын и моя сексуальная жена с Гомезом! Нееет! Что случилось? Мама! Ты ведь не... Не может быть! Похоже на то. Радуйся, Сандора! У тебя будет младший брат! Ура! Просто класс! Почему? Числа же не сходятся! Выходит, что даже когда я еще был с ней, моя жена и Гомез... Нееет! Аксель, не налегайте там! Плевай дальше! Уже! Ты можешь меня видеть? Я хочу, чтобы ты кое-что сказал моей жене и сыну! Нееет! Он не понимает меня! Добро пожаловать домой, мой дорогой Гомез! Подожди минутку, дорогая. У нас сегодня гость. Кто? Он сказал, что он медиум. Это я! Твой муж! Педро! Ш-ш-ш-шок! Шок! Брось, милая! Я вселился в тело медиума и прошел весь этот путь, чтобы увидеть тебя! Не думаю, что это честно с твоей стороны! Ш-ш-ш-ш-ш! Это ложь! 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 Педро откинул копыта! Но я Педро! Это уже не имеет значения! В моем сердце нет больше места для Педро! Двойной шок и двойной водопад слилась! Спинок экзорцизма! Я не хотела делать этого! Я не хотела, но... Это был хороший удар, милая. Пойдем, я утешу тебя. Милый, но сейчас еще день. Я потерял физическое тело и любовь своей жены! Есть ли кто-то, кто сможет понять мои страдания? Я хочу кричать! Из глубины сердца и во всю свою мощь! Огромное нет! Душераздирающее зрелище! Горячо любимый господин из палаца, которого я безумно люблю и уважаю, и которому преданно понять, что не имеет что-то творится, пока я старательно выполняю задание по захвату города в надежде увидеть вашу улыбку! Жалкая! Какая же я жалкая! Слез текут ручьем, потому что я не мой персонаж или человек! А не слишком ли жестоко так обращаться с бедным гастарбайтером, которого в первоисточнике-то и не было? У режиссёра детская травма, что ли? Или это просто травля? Признавайтесь, ту же! Здрасте! Хозяин мне как обычно! Сделаем! Здравствуйте, господин режиссёр! Надеюсь, у вас всё хорошо! Прошу ваш заказ! Вот-вот, перед рекламой самое оно! Втираем, втирай яичный белок! Желток расплылся! Такую яичницу я не хочу! Сандора и моя жена! Я никогда уже не испытаю любви в этом мире! Вот, возьми, это твой последний! Не обращай на меня внимания! 4B! Ты можешь найти любовь везде, даже здесь! 4B! О, ты так отчаялся без меня! 4B! Открывай, чёрт возьми! Кто там? Я знаю, что ты здесь, сука! Ох, нет! Это тот самый парень! Тот самый парень? Я вхожу! Нет! Я совсем ничего не делал! Объясняю! Это внезапно вломившийся грозно-выгличий тип, имеющий вероятность какое-то отношение к 4B! Известен, как тот самый парень, сценарий написано! Мы думали, что он старостеп, и имя ему не дали, но они успели оглянуться, как он стал постоянным персонажем! Может, это из-за того, что он похож на Кавагути или Нодзио? И чтобы вам-то не показалось, это точно не Пухомоты, верно, Хаят? Что ж ты помираешь постоянно? Тебе что, совсем жить не хочется? Пожалуйста, успокойтесь! И ты просишь об этом после того, как переспал с моей женщиной? Я виноват, виноват! Прощения просишь, да? Можно вопрос? Что вы со мной сделаете за то, что я был с 4B? Такинский залив! Нет! Что же ждёт Педра? Он же призрак! Как же он в машине едет? Ради всей съёмочной группы не задавай подобных вопросов! Да и теперь-то не всё не равно! Хаят, я смотрю, ты снова в норме! Спасибо за заботу! Впервые на арене энергичная Хаят! Витамины! Микроэлементы! Кальций! Кром-трёхлористый шестибатный! А, опять ты этой штукой всё забрызгала! Не стоит тебе слишком напрягаться! Дедуль, дальше давай! Ага! ПЕ! Нет, Пудинг, нет! Вот что ждёт каждого, кто перейдёт на дорогу. И не важно, человек это или Бог. Будучи вселенной, ты же понимаешь, о чём я. ПЕ! Это ведь всё из-за меня. У меня был тот самый парень, но я выбрала вас, ПЕ. Знала бы я, что всё так закончится, оживила бы вас ещё тогда. И вам не пришлось бы снова умирать. Я как женщина. Дышать нечем. Неужели конец? Четыре Би! Возьми мой кислород. Нет, Четыре Би, нет! Не делай этого, ты же тогда... Пусть так, только живи. Ты мёрз, но всё равно живи. Четыре Би! Шестнадцатый эпизод. Что-то скоро случится. Нет, если ничего не произойдёт. Четыре Би, я всё ещё в пудинге! И вообще, куда вы меня несёте? Мы вернёмся на твою родину и отомстим. Твоему любимому сыну и сексуальной жене за предательство. И Гамезу, твоему другу, за то, что отнял у тебя всё. Вперёд! Нет! Они слишком быстрые. Сейчас. Ещё чуть-чуть. Вот сейчас. Стюардесса! Пуск! Посланница любви Эксель Комэн. Пошёл сутки напролёт без карьерного роста. Заростни в ушах. Явись, если осмелишься, посланник зла. Или, вернее, уважаемый, это последний поезд. Итак, Петро решился вызвать Гамеза на бой. И всё пройдёт так, как должно пройти бой насмерть. Двух слов слезать не могу. Чем сейчас займёмся, покажем вам эту битву. Хотите посмотреть? Эй, прекратите! Эти деньги заработаны Санторой. Он отдаёт их мне, чтобы я могла продолжать бездельничать. Замолчи. Твои деньги – это мои деньги. Я их удвою, и ты сможешь ещё дольше бездельничать. Так что утихни, отцепись от меня. Ты постоянно так говоришь, но только и делаешь, что проигрываешь. Заткнись! Не сильно ушиблась, милая. Я пылаю праведным гневом! Гадость! У defined всё, couldn't you show your girl! Он туда! Он там безцел quier! ПЕДРО! 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 Бесконечные испытания изменили меня. И теперь, Гомес, ты познаешь мой гнев. Дорогой, ты восхитителен. Хватит чаи гонять. Деритесь уже. Сейчас, сейчас. Непростительный Гомес, раздражающий Гомес, мне пришлось потеть и рыдать, чтобы доиграть свою роль в этой ныне несчастнейшей истории. Но, но, но... Но сегодня всё переменится. Я сокрушу тебя и снова стану дружелюбным Педро. Получи кулак ярости Педро. Уже поел? Тогда почисти зубы. До встречи на следующей неделе. Идиот. Я же призрак. Как ты смог ударить меня? Я же бесплотен. Не дошло ещё, Педро. Сейчас поймёшь. Нет. Ты... Тот самый парень! Ну почему? Прости. Прости. Прости меня. Глупо, конечно, но я только сейчас заметил, что... Голоса у вас одинаковые. Так и есть. Нечего тут объяснять. Женщины просто не в силах устоять перед моим обаянием. Дорогая, это правда? Прости. Но и ты в этом виноват. Ты постоянно работал, и до семьи тебе не было дела. Ну я же ради вас. Замолчи! Тот самый парень ежедневно ездил ко мне из Японии. Шок! Чего? Офра? Нет! Ну вот, мы посмотрели весь материал для фильма Педро. Пойдём домой? Да. Уверены? Вообще-то... У меня есть продолжение. Неужели? Новый эпизод! У них ещё остались силы на такое? Видимо, это бонус от съёмочной группы. Раз уж даже их проняло от такого потока критики. Что ж, давайте глянем! Да, это твой истинный облик. И теперь ты сможешь высвободить дремлющую в тебе силу. Отныне ты... Набисин второй! Шок! Нет, Набисин, нет! Пожалуйста, убери эти волосы! Что ты этим хочешь сказать? Кстати, а что же с 4B и моей сексуальной женой? Мы сливаемся! Какой шок! Я знал, что голос у них один, но не знал, почему это так. Чего ржёшь? Вот она, я! Истинная я! Мэтью! Что ещё за Мэтью? Не знаю, вырвалась. Это женщина моя! Её судьба в моих руках! Никому её не отдам! Я испорчу её! И как вы поступите в такой абсурдной ситуации, Набисин? Мир, вселенная в опасности! Нееет! Папа! Неужели это голос Сандары? Мой любимый сыночек! Я пришёл спасти тебя, папа! Афро! Нет, всё с Афро, нет! Не нравится, что ли? Именно так! Я уже терял свою юную жизнь! Но благодаря Афро я в порядке! А теперь прикончим его и вернёмся беззаботные и счастливые деньки, прожитые в радости с мамой! а тебе идет не так как вам дяденька пришло время показать ему силу на они мои они обе мои нет это уже слишком знал бы что так будет никогда бы афра себе не сделал тут уже ничем не поможешь черт подери что ты наградил ты же должен был выправить сюжет а теперь мы закрываемся идите выяснить отношения куда-нибудь еще нет проблем митсуа мембе махана озвучено проектом goldfilm в 2024 году с того самого дня я знала зачем подошла ты ко мне нежная и мягкая дело мое по вкусу тебе в твоих горящих голодных глазах отражается мое бедное тело если ты хочешь съесть меня пожалуйста поторопись чтобы не дать зачерстветь моей плоти и наше следующее я прекрасный ссоре будет аниме с песнями и татцами Появится потрясающий парень Сильно похожий на одного из Эл-Арк Количество непристойностей Яоя мы доведем до максимума Получится ли у нас все задуманное?